Четыре дня до торжественного открытия в Самаре установили памятник великому композитору Дмитрию Шестаковичу. Монтаж выполняли сотрудники мастерской Зураба Церетели, который стал автором скульптуры. Высота бронзового памятника около трех метров, вес более шести тонн. В городе этого события ждали давно. Памятник установили по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. Именно он убедил Церетели, что памятник великому композитору должен стоять в Самаре. Инициатива установки этой скульптурной композиции, этого памятника принадлежала нам с губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Мазаровым. Самую высокую оценку памятника это оценка со стороны наследников. И вдова Дмитрия Дмитриевича Шестаковича, и его дети очень высоко оценили работу Зураба Церетели. Наконец-то будет увековечена память не только великого музыканта, его произведения, но и великого гражданина, который посетил наш город. И который может гордиться весь наш русский народ. Место для установки памятника выбирали долго. В Самаре Шестакович жил на разных улицах. В итоге остановились на сквере около оперного театра. В доме неподалеку Шестакович завершил легендарную седьмую симфонию. В оперном театре состоялась ее премьера. Местные жители уверены, скульптура композитора станет ярким штрихом исторического центра. Мы здесь, на самом деле, очень часто гуляем и много гостей города видим. И хочется, чтобы мы больше знали о нашем городе, какие люди здесь работали, творили. Это престижно. Все-таки для города это великолепно, памятник. Вначале я как-то удивился, почему руки Шестаковича сзади, но потом понял, что он в раздумьях, что он в мыслях весь. Памятник дирижеру торжественно откроют в день рождения города, 7 сентября в 5 вечера. После чего на площади Куйбышева пройдет посвященный Дмитрию Шестаковичу фестиваль «Седьмая симфония», где вновь прозвучит это великое произведение. Там выступят самарские музыканты и солисты Большого театра. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.